Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим о такой теме, как диагностика венерологических заболеваний у мужчин. Мужчины часто вообще боятся брать какие-то мазочки на венерологические заболевания, что связано с одним волшебным предметом, вот таким вот зондом. Соответственно, им достаточно неприятно брать мазок, а стандартизированы очень часто только эти зонды. Поэтому мужчины, как правило, оттягивают взятие мазка, но могу сказать, что в нашей клинике платной КВД существует хорошая альтернатива. У нас, во-первых, разработана безболезненная методика забора мазков, что практически не влияет на их ни цену, ни, соответственно, качество. Во-вторых, вы всегда можете сдать две вещи. Первое. В мазочке на венерологические заболевания заменить можно мочой ПЦР-анализом. То же самое с пермой. В общем-то и целом, в совокупности двух субстратов вполне сравнимы с результатом мазка. Поэтому при какой-то боязни мазочка можно обойтись без него. Даже, можно сказать, получить какое-то удовольствие, если кажется, что касается спермы, от сдачи анализов на венерологические заболевания мужчин. Итак, разберем, какие вообще в классическом исполнении существуют анализы на венерологические заболевания мужчин. Во-первых, это мазки, как мы уже с вами обговаривали. Мазки могут браться из мочеполового канала у мужчин из уретры, могут браться с заднего прохода, могут браться изо рта при наличии соответствующих контактов. Поэтому, если был какой-то оральный контакт, если был анальный контакт, не надо венерологу каким-то образом не сообщать об этом, скрывать. Нужно, наоборот, сказать, чтобы контакт был и желательно, чтобы оттуда были взяты мазки на венерологические заболевания. Основной мазочек берется, во-первых, на стекло. Там смотрится гонорея трихомониаза воспаления. И мазочек берется на ПЦР-анализ. ПЦР – это просмотр внутренней структуры, ДНК, бактерий, вирусов и так далее, всех, что входят в венерологические заболевания. Ну и в случае хронических каких-то вещей, в случаях самолечения, чего бы я очень не рекомендовал делать пациентам самостоятельно, то возникают упорные те заболевания венерические, которые бывают, упорное течение, не поддающееся лечение. В этом случае рекомендован ПАСЕВ. ПАСЕВ смотрит, к чему же чувствительны вот эти возбудители венерических болезней, такие как хламидия, микоплазма, уреоплазма, кандидоз, гордноролез. Вот такие ПАСЕВЫ можно сделать. Ну и вторая часть анализов на венерических заболеваниях мужчин – это кровь. Кровь берется из вены, специальной подготовки к этому не требуется, кроме как не есть много жирной пищи, чтобы кровь не свернулась от излишнего количества липидов. Соответственно кровь берется на стандартный набор сифилис, ВИЧ, гепатита В и С. Можно взять классическими методами антителами – это белки, вырабатывая иммунные системы. Можно взять более точными методами ПЦР-диагностики, где смотрят сами вирусы ВИЧа, гепатита В и С. Ну и антитела можно посмотреть на такие инфекции, как хламидия, микоплазма, уреоплазма, кандида, половой герпес. Вот соответственно весь спектр тех анализов, той диагностики, которая берется на венерические заболевания у мужчин. Все эти анализы вы можете сдать у нас в нашем медицинском центре платный КВД. У нас имеется, как я вам говорил, уже безболезненная авторская методика забора мазков. У нас имеется экспресс-анализы на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С. И экспресс-анализ, то есть быстрый анализ в течение получаса, как правило, мазка на стекло на гонорею трихоминиаз. Поэтому при необходимости сдачи или анонимной даже сдачи, если вы не хотите открывать свое истинное, так сказать, лицо, свои данные, анонимные сдачи в венерических анализов у мужчин. Обращайтесь в нашу клинику платный КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.